Открытый диалог с Александром Непомнящим Итак, уважаемые дамы и господа, как вы только что услышали, наш эфир продолжает программу Александра Непомнящего «Открытый диалог». Александр, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Ну, от чистого сердца, от всей души мы поздравляем всех израильтян, вас, конечно же, в том числе, с Днем Иерусалима, который проходит именно сегодня. Может, вы немножко расскажете о том, как проходят праздники, ну и вообще, как живет Израиль. Спасибо, да, спасибо, безусловно, большое спасибо вам за поздравления. И я действительно с удовольствием расскажу о сегодняшнем празднике, тем более, что, возможно, у многих наших слушателей это ваше поздравление вызвало удивление. Они сказали, какой праздник? Разве сегодня есть праздник? Дело в том, что действительно, в отличие от большинства еврейских праздников, которые имеют по меньшей мере двухтысячелетнюю традицию празднования, праздник Иерусалима совсем молодой. Собственно, это самый последний праздник, ставший национальным праздником. И, безусловно, он заслуживает того, чтобы рассказать немножко его историю и то, с чего все начиналось, и к чему мы пришли сегодня. Итак, действительно, 28 ияра мы говорим о еврейском календаре. Сегодня у нас 28 день месяца Ияр. 28 ияра мы празднуем День Иерусалима. День Иерусалима, как я уже сказал, совсем новый праздник, фактически последний праздник, который был введен в еврейский традиционный календарь. Произошло это таким образом. Ну, начнем мы с нашей новой истории. 48-й год раздел западной эры Цесраиль, западной страны Израиля на еврейскую и арабскую часть, план, который предложили народы мира для того, чтобы дать евреям государство. Евреи согласились на этот раздел, хотя этот раздел подразумевал под собой, что фактически все самые важные традиционные еврейские места Иудеи и Самария должны были оказаться частью арабского государства. И самое главное, что Иерусалим, европейцы, западные народы не хотели вообще отдавать ни евреям, ни мусульманам. Они говорили, что у Иерусалима будет особый статус. Так вот, евреи приняли это предложение. И, в общем, было понятно, евреи 2000 лет ждали своего государства. И с точки зрения прагматики лучше было принять то, что предлагают, чем отказываться от всего. Но, как мы знаем, Всевышний был с еврейским народом. Арабы отказались. Обычная ситуация. Евреи принимают план, даже если он им совсем не нравится. Арабы от него отказываются, потому что хотят все или ничего. И началась война 1948 года. Фактически в 1948 году воссоздано государство Израиль. И в Израиле был принят новый праздник, День независимости Израиля, который вошел в канон праздников наравне с такими древними, хорошо известными праздниками, как праздниками истории, Новый год, Судный день. И праздниками более поздними, такими как Ханука или Пури. И о том, как было выбрано время для этого праздника, мы еще поговорим. Но понятно, что День независимости, он был связан напрямую с Днем провозглашения независимости государства Израиль. То, что это пришлось как раз на май, то, что это пришлось как раз на дни, когда по традиции еврейской нужно заполнять время праздниками, об этом мы еще поговорим. Так вот, как я уже сказал, началась война за независимость. И в ходе этой войны за независимость, поскольку идея о том, что Иерусалим будет принадлежать не евреям и не арабам, а вообще христианам, западным народам, она не нравилась ни евреям, ни арабам. Ни одна сторона не собиралась принимать эту ситуацию. Если евреи формально, по крайней мере, согласились, арабы все равно не согласились, начали войну. И евреи в рамках войны, защиты своих границ и образования фактически нового государства, заняли часть Иерусалима, другую часть заняла Иордания. Здесь надо понять вот какую вещь. Когда речь шла о создании арабского государства в западной Алицефской Али, и Иордания там вообще не была фактора. Если уж на то пошло, не будем забираться сейчас глубоко в историю, но британский мандат, он весь должен был стать еврейским государством. Но затем британцы сами себе как бы опровергли и заявили, что три четверти того, что они обещали до этого евреям, это были 20-е годы, они отдают под арабское государство. Так возникло государство Иордания в 1946 году, 20 лет спустя, примерно после этого плана. И евреи были вынуждены как бы остаться с одной четвертью, которую в итоге, как я уже сказал, разделили тоже примерно напополам. То есть евреям уже оставалась одна восьмая от того, что изначально англичане им пообещали как национальный дом. Так или иначе происходит война. Евреи отвоевывают немножко больше, чем та одна восьмая, которую им отвели, плюс кусочек Иерусалима. Остальную часть Иудеи и Самарии захватывает Иордания. Этот захват Иордании, Иудеи и Самарии и части Иерусалима не был принят никем в мире, кроме самой Иордании и Пакистана. Что характерно, представителям ООН Пакистана, который принял это завоевание, был никто иной, как львовский еврей. Это отдельная очень интересная история о том, как один львовский еврей из сионистов превратился сначала в мусульманина и антисиониста, а затем дослужился до фактически главы Министерства иностранных дел Пакистана. Так вот, Пакистан и Ордания принимают это, все остальные страны отвергают. И Ордания по договору с Израилем, договору не мирному договору, а договору прекращения огня, который в обе стороны надеялись продолжить на лучших для себя условиях, обязалось допускать евреев в святые места. Дело в том, что главный Иерусалим, собственно, древний Иерусалим оказался в руках иорданцев. Евреи были оттуда изгнаны, частично были захвачены в плен и потом отпущены в рамках обмена пленными, а частично изгнаны. И евреев в Иерусалиме, в старом городе не стало. Именно тогда возникли такие понятия, как арабский мусульманский квартал старого города, например, который никогда не был мусульманским кварталом. Это была часть еврейского квартала со смешанным населением. Так вот, тогда не обязалось допускать евреев к стене плача, которое считалось важнейшим еврейским святым местом. Но, конечно же, тут же нарушило свои обещания. И в течение 19 лет Иерусалим был не только разделён, но евреи вообще лишились возможности подходить к стене плача. Собственно, и раньше при англичанах там была масса ограничений, но, по крайней мере, можно было туда прийти обычно и даже молиться как-то. И тут 19 лет этого всего не происходит. Казалось бы, такая катастрофа, драматическое упущение. Но, тем не менее, как мы знаем, после чего-то плохого приходит наконец что-то хорошее. И вот в 1967 году, шестидневная война, евреи отвоёвывают то, что когда-то иорданцы успели захватить в 1948 году, восстанавливают справедливость, объединяют заново Иерусалим. И происходит воссоединение Иерусалима 1900 лет спустя, после того, как этот город был, как страна Израиля была захвачена, почти 2000 лет после того, как Иерусалим был разрушен. И был возвращён суверенитет, как мы понимаем, сейчас не до конца, не полностью с массой оговорок и сложностей. Но, тем не менее, Иерусалим снова стал единым. Он стал в полной мере столицей еврейского государства. И именно старая часть вместе с храмом в Агару оказалась в руках Израиля, независимого Израиля впервые за 2000 лет. И, конечно же, для сионистов, в первую очередь для религиозных сионистов, это было колоссальное просто событие. Собственно, люди жили в эпоху, когда после 2000 лет возрождается государство. Для многих это уже было само по себе праздником. Но теперь для людей, которые читали в молитвах каждый день о Иерусалиме, о стенах Иерусалима, которые каждый год говорили в будущем году о Иерусалиме, возвращение в этот самый Иерусалим было, безусловно, исполнением пророчеств. И уже на второй день после освобождения города, 28 яра, как раз 67-го года, религиозные сионисты стали продвигать идею о том, чтобы сделать этот день праздничным, праздником освобождения Иерусалима. Теперь скажем несколько слов о том, что, в принципе, между 49 дней, между праздником Песах и Шевуот, вот те самые Шевуот, это, собственно, на русском языке вы знакомы с христианским праздником Пятидесятницы, который идёт после Пасхи. Так вот, на самом деле, в оригинале они называются Песах и Шевуот, между ними 7 недель, 49 дней, которые по еврейской традиции, не спрашивайте меня сейчас о подробностях, если захотите, когда-нибудь мы отдельно об этом поговорим, следует наполнять праздниками. И так получилось, что День независимости попадает в этот период. Он был выбран из соображений, что когда была провозглашена независимость, но она была провозглашена, и любой соблюдающий традицию человек вам объяснит, конечно же, именно так это получилось, потому что тогда нужно было делать этот праздник. Но и День Иерусалима, как мы знаем, тоже попадает в этот самый период, и он тоже попадает в период между праздниками Песах и Шевуот, то есть тогда, когда по еврейской традиции, собственно, и должны появиться последние праздники перед тем, как придёт уже накончательное освобождение в конце времён, когда всё станет, наконец, замечательно. Более того, 28 яра евреи, традиционные евреи, отмечали на протяжении столетий день смерти пророка Самуила, пророка Шмуэля, пророк, который помазал на царстве сначала Саула, царя Саула, потом и царя Давида. Этот пророк не жил в Иерусалиме, потому что, как вы понимаете, человек, который помазал царя Давида на царстве, не жил в городе, который Давид, собственно, захватил и сделал своей столицей. Но к северу от Иерусалима находится место, которое традиционно считается местом, где похоронен пророк Самуил. Евреи 28 яра праздновали этот день или отмечали этот день. И в тот момент, когда 28 яра приобрёл ещё и смысл освобождения Иерусалима, то все, понимающие в высоких материях философских и религиозных, сказали, но это не просто так, потому что, как мы знаем, пророки, они сами выбирают день, когда им умереть. И, безусловно, пророк Самуил, который видел будущее и понимал, он выбрал этот день, потому что в этот день фактически Израиль приобрёл, возможно, последний праздник, как бы заполняющий всю гамму всех еврейских традиционных праздников. Так или иначе, этот праздник был принят религиозными сианистами, но для очень многих левых он совсем не стал праздником. Ну, как новый праздник, ведь, понимаете, когда праздник вводится, то занимает какое-то время, пока нация его примет. А тут ещё для очень большого количества левых израильтян вообще вся война шестидневная оказалась как бы не освобождением, не победой, не триумфом, а наоборот трагедией, драмой. Мы захватили чужую землю, мы отняли у арабов их землю. Я повторяю сейчас весь этот нарратив. И, конечно же, в этом смысле 28 яра, День Иерусалима, который, по сути дела, является символическим днём празднования того, что мы вернули себе историческую библейскую часть земли Израиля, важнейшую часть земли Израиля, с Хевроном, с Шхемом, с Иерусалимом, разумеется. Это стало для них, наоборот, проблемой. И фактически официально праздник был закреплён только в 1998 году. То есть в период первого правления Натанияу, уже под самый конец, Натанияу провёл официально, сделал этот праздник государственный. Но и сегодня израильские левые СМИ стараются замалчивать этот праздник. И сегодня, например, для очень многих израильтян, многие вообще даже не в курсе того, что это происходит. Они смотрят телевизор, в телевизоре говорят о чём угодно, о любой ерунде, только не о празднике ни о Дне Иерусалима. С другой стороны, религиозные сионисты и многие люди, которые понимают, осознают величие, драматизм и триумф этого дня, они устраивают обычно праздничные церемонии, шествия с флагами. Сегодня, конечно же, из-за эпидемии, из-за короны всё это немножко смазано. Тем не менее, многие старались придумать какие-то особые празднования, проводили виртуальные экскурсии по Русалиму. Много было всего очень интересного. Но ещё один любопытный аспект, который невозможно не затронуть. Дело в том, что в этом году праздник, День Иерусалима, еврейский, совпал с Днём Кудз, придуманным Аятовой Хамени в 79-м году. Что такое День Кудз? Кудз на арабском вершине или как бы другое название Иерусалима. Оно происходит от римского Элия Капитолина. В своё время римляне, захватив Иерусалим, они стёрли название не только в Иерусалиме, но вообще по всей стране Израиля, заменили все названия еврейские на другие названия для того, чтобы как бы стереть память о народе, который так восстал, и подавление восстания, которого стало для римлян таким тяжёлым испытанием. Так вот, Иерусалим был распахан и построен заново, и был назван Элия Капитолина. Отсюда арабское название Эль-Кудз, которое сегодня используется арабами, более древнее арабское название. Скажем так, когда они пришли сюда в VI веке, они называли это город или место, дом, храма. И это название действительно упоминается в арабских текстах древних, старинных. Сейчас им неудобно говорить, что это дом храма, потому что они в нарративе своём официальном вообще отрицают то, что на храмовой горе был когда-то еврейский храм. Поэтому называть его тем своим названием, которое подтверждает тот факт, что там был еврейский храм, они не хотят. Поэтому они говорят Кудз. Так вот, в 79-м году Хамайни придумал этот день Кудз, как бы день освобождения Иерусалима, который должен случиться. И это была, конечно же, политическая попытка объединить арабов и вообще мусульман, повести за собой, для того, чтобы консолидировать их. Мы говорим, на самом деле, о противостоянии, известном уже многовековом, между шиитами и суннитами. Иран шиитский, хотел привлечь к себе суннитов, арабов суннитов, и для этого должен был найти, так сказать, на кого выливать гнев. Естественно, на сионистов, на евреев. Поэтому день Кудза, как правило, это день, который, в который организуют антиизраильские митинги, всевозможные демонстрации. Но он тоже выбран не по европейскому календарю, а по мусульманскому календарю, который вообще лунный. И он плывет, если, так сказать, между еврейским и христианским, бельгаринским календарем, собственно, есть небольшие подвижки, то мусульманский календарь, будучи лунным, он просто плывет постоянно. И день Кудз выбран в последнюю пятницу Рамадана. Так вот, в этом году последняя пятница Рамадана как раз выпала на день Иерусалима. И здесь, безусловно, нельзя не увидеть, так сказать, символизм. И вопрос, в чем, почему именно в этом году, почему символизм такой, я думаю, что ответ совершенно очевиден. Мы находимся в драматическом году, в году, когда Израиль должен осуществить, распространить суверенитет и на Иерусалим в 80-е годы был еще распространен на территории, прилегающей к Иерусалиму, то есть завершить вот это освобождение, которое было начато в 67-м году. И в этом смысле, конечно, есть высокий драматизм и символизм преобразований. И день Иерусалима еврейский совпал с Днем Кудза, придуманный нашими врагами иранцами. И поэтому сегодня, в этом году, в День Кудза, поскольку больших празднеств или, скажем так, больших антиизраильских демонстраций арабы устраивать не стали. Им не до того сейчас. У них столько всяких проблем, да и у иранцев самих тоже. Плюс еще эта эпидемия, что тащиться куда-то, сжечь израильские флаги, топтать, выкрикивать что-то, нет ни у кого ни сил, ни желания, ни настроения. Поэтому лидеры наших врагов, они это все заменили своими выступлениями. И Хамменаи, пытаясь как-то, видимо, скрасить эту, так сказать, скудность празднования Дня Куца без больших шествий и многомиллионных толп, которые скандировали смерть Израиля и смерть Америки. Он сам, так сказать, профонтанировал некоторым количеством всяких разных глупостей, которые произнес. И в том числе сказал, что Израиль — это рак, Израиль — это вирус, который нужно скорее ликвидировать. Нетаньяу ему ответил. И совершенно понятно, почему Хамменаи, так сказать, все это сейчас генерирует. В Иране кризис. Очень серьезный кризис, связанный и с эпидемией, и с санкциями, которые экономически очень серьезно работают, подорвали экономику Ирана и политическую способность Ирана оплачивать и финансировать террор по всему Ближнему Востоку и по всему миру. Ирану нужны какие-то мощные стимулы, чтобы попытаться поднять и консолидировать мусульман. И, безусловно, раньше очень хорошо работал антисемитизм, драйв против Израиля. Сегодня это не работает, потому что арабам все это надоело, им это не нужно, им это неинтересно. Многие арабы, например, в Саудовской арабе вообще хотят дружить с Израилем против Ирана. Но, тем не менее, Хамеин накручивает себя. Здесь есть еще один момент очень интересный. Есть такой замечательный американский журналист иранского происхождения. Он не просто журналист иранского происхождения, он в свое время был главным редактором ведущей иранской газеты. После переворота, когда в 1979 году пришли к власти фанатики Хамеини, он, видимо, в какой-то момент переехал, перебрался в Америку и он публикует свои статьи. Я думаю, что он является одним из лучших специалистов по пониманию общеранской проблемы, будучи сам иранцем и человеком, который глубоко внутри всего этого был и понимает эту политику. Он пишет очень интересные статьи на английском языке, я часто перевожу их на русский язык, его зовут Амир Тахери. Так вот, Амир Тахери некоторое время назад написал очень любопытную статью, он написал, что надо понимать, что Хаменаи живет фактически в пузыре, который создали ему его, так сказать, ближайшее окружение, почитатели. В этом пузыре поступает только, в этот пузырь поступает только та информация, которая вот его окружение ему поставляет, этому старому фанатику. И в этом пузыре он живет, думая, что реальность такова, что он фактически уже управляет всем миром, все народы ему подчинились, там есть еще какие-то отдельные очаги сопротивления, типа Америки и Израиля, но мы их скоро подавим. И, так сказать, Хаменаи, по мнению Тахери, очень плохо соображает, плохо понимает, что на самом деле происходит. Поэтому, когда он говорит о том, что скоро Израиль перестанет существовать, это не только даже выдавание желаемого за действительные попытки консолидации на антиизраильских настроениях мусульман, сколько реальное непонимание того, что на самом деле происходит. Он живет в окружении льстецов, в окружении людей, которые говорят, что он величайший мудрец, что он специалист по всем вопросам, человек уже не молодой. Мы, например, Байдена видим, что случается с немолодыми людьми, окруженными льстецами. И, таким образом, возможно, часть этого бреда, который нес сегодня Хаменаи, он в этом действительно верит. Натаньял ему ответил. Вряд ли ответ Натаньял будет донесен до Хаменаи, окружением льстецов. Но этот ответ был больше, конечно, сориентирован на всяких террористов и террористов и террористические группы, которые могли бы быть воодушевлены призывом Хаменаи уничтожить Израиль. Натаньял заметил, что, в общем, обычно те, кто призывают к уничтожению Израиля, платят за это очень высокую цену, и он не советует пробовать. Ну, все правильно сделал. В данной ситуации как еще отреагировать на этот бред? Тем не менее, конечно же, ситуация достаточно непростая. И, в общем, многие аналитики сходятся в том, что Израиль стоит на пороге большой войны с Ираном, Сирией и Хизбалой. То есть, Хизбалла у нас прямо на границах, Сирия тоже. На самом деле, тем, что осталось от Сирии, вот и Ираном, который за всем этим будет стоять, и это может произойти уже в конце 20-го года или в начале 21-го, и это реальная возможность. Но в контексте, как бы, чтобы поговорить об этом, я бы хотел еще коснуться другой темы, которую, видимо, мы не успеем до перерыва и, может быть, продолжим после перерыва, о, посудилась сегодня еще одна дата, менее радостная и, прямо скажем, скорее трагическая, 25-го мая 20 лет израильскому отступлению, я бы сказал, бегству из Ливана. И в контексте нашего разговора, я думаю, что стоит коснуться этого тоже, но давайте сделаем это после перерыва. Обязательно мы это сделаем. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Открытый диалог с Александром Непомнящим Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Александра Непомнящего «Открытый диалог». Хочу напомнить, номер телефона в студии 847-400-5200. Александр, я знаю, что у вас есть темы, но у нас есть звонки, если вы не возражаете. Попробуем ответить на звонки. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, добрый день, Александр. Я присоединяюсь к Анатолию, действительно, поздравляю вас с этим праздником. Я посчастливился, в первом году, а второй раз, где-то лет 10 назад, я был на это вот. И знаете, я просто был, я даже, я был когда в Питере, потому что такого энтузиазма, которого я видел на этих, ну, особенно молодые люди, мы говорим про 16-17 лет, которые еще в армию не пошли, флагами, и у них, они просто сияли. Ну, слушайте, это столица больше 4 тысячи лет, государство Израиля и так далее. И есть, это сильное есть. Но я хочу назвать вопросы, понимаете, которые меня просто гложет. Последние. Я вам задавал это просто на прошлой неделе. Про это этого опять же вернуться. Это убитого солдата Галани, которого убили арабы на, вы знаете, о ком я говорю, но, во-первых, нашли, кто это сделал или нет, будем искать. Но после этого, буквально через пару дней, эти фотографии, что я увидал на израильских веб-сайтах, как осквернили это вот, вытащили тело его из могилы. Как это могло повлиять? Это вообще-то, это варварство, которому мало все представят. Человек умер, убили через пару дней, это вот такой, и что, это не наказывают, их молят, не молят. Ну, как это могло повлиять, не могу себе представить. Это были ужасные снимки, невозможно позволить. Окей? Ну, ладно, я вас еще раз поздравляю, и дай бог, чтобы такого никогда не повторилось, как с этим солдатом. Спасибо, Анек, спасибо. Большое спасибо за вопрос. Да, действительно, некоторое время назад погиб израильский военнослужащий во время операции, и поиски того, кто его убил, того араба, который убил его, продолжаются. То есть, на самом деле, было много задержанных, и проходят обыски в этой деревне все еще, но пока что не установлено конкретно кто. То есть, Израиль, государство, которое не делает, как бы не устраивает коллективных наказаний, нельзя просто взять и расстрелять там первопопавшихся молодых людей, которые, возможно, причастны, возможно, нет. То есть, идет следствие, и конкретно имя того, кто убил этого солдата неизвестно, но продолжается следствие, есть достаточное количество задержанных, судя по всему, его найдут. Что касается действительно вопиющей истории о том, как вот прошли похороны этого солдата, и буквально через несколько часов родственники, которые опоздали и приехали на кладбище, увидели, что могила разрыта, солдата не достали, труп не достали, была просто разрыта могила и брошена записка, у вас есть 72 часа на то, чтобы солдат вернулся из небытия, какая-то такая ерунда. Действительно, многие подумали, что, возможно, это такой вот изощренный арабский какой-то теракт по отношению к трупу врага. Это было бы очень странно, потому что до сих пор мы с таким не сталкивались. И через некоторое время все прояснилось, была поймана женщина сумасшедшая, не арабка, еврейка, которая, ну, просто человек со справкой, то, что называется, которая виновата в этом преступлении. я думаю, что, кстати, будет какое-то следствие, но мы понимаем, что речь идет о сумасшедшем человеке и вряд ли, кстати, его можно судить как нормального, как здорового. Спасибо, Александр. У нас есть еще звонок, если вы не возражаете. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Также я вас поздравляю с Днем Иерусалима. Скажите, пожалуйста, о роли Машидаяна в шестидневной войне и о его вкладе в возвращение храма Горы и отдании. Спасибо. Спасибо большое. Александр, перед тем, как вы начнете отвечать на этот вопрос, давайте примем еще один звонок, человек очень долго ждет. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вот в нарушении этой декларации Бальфура и, соответственно, в нарушении декрета, который был дан Англии, Великобритании, они, значит, построили на всей территории того места, которое должно было быть еврейским, они построили, значит, Иорданию. Как это вот до сих пор, почему-то этот вопрос, не поднимается ни на каких международных форумах, ни на каких международных встречах и так далее. Почему вот арабы, благодаря своим нарративам и постоянным, так сказать, они бьют все время в одно и то же место, и у них получается. Спасибо большое, Мария. Итак, два вопроса, Александр. Первый вопрос. Роль Маша Даяна. На вопрос Марии, у них не получается. То есть, в общем, да, мир несовершенен, и мы это знаем. Другого глобуса у нас, к сожалению, нету, но у них не получается, потому что по факту Израиль существует, процветает и становится все сильнее и лучше. А арабы, как вы знаете, сейчас находятся в ужаснейшем системном кризисе. Все государства арабские, все до единого. От самых богатых до самых несчастных. И, в общем, если мы смотрим на насколько счастливы люди, будь то жители Тайм, Йемена или Сирии, или даже Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, большой вопрос. Поэтому насчет того, что у них все получается, это мы, я думаю, с вами совершенно не соглашусь. По поводу Моше Даяна. Дело в том, что о Моше Даяне есть разные оценки. Так случилось, что он стал как бы главным символом победы шестидневной. И для большинства жителей мира за пределами Израиля Моше Даян до сих пор является этот одноглазый полководец, является символом израильской удивительной победы шестидневной войне. На самом деле нет ничего более отдаленного от правды. Реальным автором и отцом победы Израиля стал Эзер Вейтсман. Эзер Вейтсман другая известная политическая фигура в Израиле. Его конец политической карьеры был достаточно горек и постыден, но оставим это в стороне. Он племянник первого президента Израиля Хайема Вейтсмана. Он был главой ВВС Израиля в 67-м году и он разработал тот фантастический блестящий великолепный план, с помощью которого Израиль нанес упреждающий удар по превосходящим его армиям противника и уничтожил ВВС Египта, Сирии и Ордании буквально за несколько часов до начала их атаки на Израиль. И в этом этим предрешил суть войны. Дальнейшее уже было просто использование той форы, того успеха и того триумфа, который достигли израильтяне в первые часы вот этой самой шестидневной войны. И дальше, когда мы разбираем историю шестидневной войны, мы видим, что все происходило как... Вы понимаете, я не знаю, я не большой специалист по истории войн, но а в истории шестидневной войны я читал много, это выглядит просто как каскад каких-то нестыковок, ошибок, нарушений, все шло не так, все шло наперекосяк, и за всем этим как будто бы угадывается какая-то воля Всевышнего, которое направляло все эти ошибки, случайности, нестыковки в нужное русло. Более того, когда мы читаем библейский текст, мы читаем там о том, что вот когда Йошо Бенну, например, Иисус Новин проводит завоевание страны Израиля, он движется, его войско, а перед его войском движется как бы божественное присутствие, которое разгоняет врагов. И по сути дела большинство побед, которые совершил, получил, достиг Иисус Новин, и Шо Бенун, завоеватель, преемник Моисея, фактически завоеватель страны Израиля, они как бы были бы спущены нам с божественной, сверху. Так вот, когда мы читаем историю шестидневной войны, если представить себе, как будут ее воспринимать через, допустим, тысячу лет, то это будет именно такое описание, как мы читаем в Торе о победах Ишо Беннуна и Иисуса Новина. Потому что это действительно каскады ошибок, нестыковок с обоих сторон, с нашей стороны, с арабской стороны, но в итоге приводящих к тому, что евреи завоевывали, отхватывали, побеждали, разгоняли, и арабы просто бежали в разные стороны. Именно так была завоевана, отвоевана, освобождена Храмовая гора. По сути дела, отряд десантников попал не туда, он заблудился, он должен был прийти в одно место, когда он, как там в песне поется, вышел к Тамбову. Они вышли на Храмовую гору, и в эфир прозвучали эти слова, полные удивления, на самом деле. Храмовая гора в наших руках, они этого совершенно не собирались делать. Мошеда Ян, роль его в этом была не просто нулевой, отрицательной. Он кричал потом, зачем нам этот Ватикан, немедленно отдать все арабам. И просто действительно вот звезды так легли, божественное присутствие помогло нам, что мы не отдали это сразу же арабам, это осталось с нами, и дай Бог, в ближайшем будущем мы увидим действительно реальный суверенитет Израиля на Храмовой горе. Нам, это не Ватикан, это наше самое святое место, самое святое место еврейского народа. Я напомню, не Стена Плача, а именно Храмовая гора, там, где стоял первый и второй храм, и там, где будет стоять третий храм. Я очень надеюсь, что, возможно, мы еще станем свидетелями возрождения, восстановления третьего храма, второго этапа освобождения Израиля. Но давайте перейдем от патетических вопросов к делам нашим сиюминутным. У меня есть, мне хотелось бы рассказать немножко о 20-летии израильского отступления из Ливана, но мы в свое время предложили с Сергеем людям, которые хотят задать вопросы, не могут дозвониться, писать в сеть и присылать эти вопросы. И действительно, я получил перед этой программой ряд вопросов, на которые я хотел бы сегодня успеть ответить. Что у нас со временем? У нас, пожалуйста, давайте попробуем отвечать. Я тогда не буду принимать звонки пока. Дам вам возможность ответить на те вопросы, которые вам уже поступили. А потом посмотрим по времени. Хорошо? Да, у нас есть буквально 17 минут. Окей. Итак, у нас был вопрос, что вы можете сказать о программе Брановера? Натаньяо перед выборами, кажется, от 96-го года, который Натаньяо вроде взял, а потом отменил. Я напомню очень кратко, речь идет о программе, действительно предвыборной программе 96-го года. Герман Брановер, это замечательный израильский физик советского происхождения. Он приехал в 70-е годы в Израиль. И в 96-м году он написал программу о том, как трудоустроить многочисленных репатриантов, которые тогда прибыли в страну Израиля. Я так помню, в 96-й год, 6 лет только массовое лье, фактически Израиль принял почти сотни тысяч человек, почти миллион человек. Многие из них были нетрудоустроены. Герман Брановер написал замечательную программу о том, как их трудоустроить. Натаньял, это был его первый тогда заход в большую политику, его первая каденция в качестве премьер-министра. Он перед выборами сказал, да, конечно, замечательная программа, постараемся ее осуществить. И он ее не стал осуществлять после того, как стал премьер-министром. Почему? Ну, объяснений здесь несколько. Во-первых, есть большая разница между теорией и практикой. Безусловно, Герман Брановер замечательный физик и наверняка, не наверняка, это известно, просто очень неглупый человек. Но его программа за все хорошее, для всех, чтобы все были довольны, она не вполне стыковалась с реальностями нашего несовершенного мира. В том числе, например, с сопротивлением интересантов, профессиональных гильдий, множеством других проблем и приоритетов. В этом разница между теоретиком, который может сказать, вот давайте сделаем вот так и всем будет хорошо, и практиком, который понимает, что в реальности он не может сделать многое из того, что на самом деле хорошо, потому что есть реальное сопротивление. Например, как трудно устроить всех-всех-всех-всех-всех врачей, когда израильские врачи не готовы к такому расширению своих штатов, потому что это означает сокращение для них их доходов. Это люди, в каком-то смысле они действуют против интересов общества, против интересов народа, но это их интерес, и невозможно просто взять их и выкинуть, потому что у них есть семьи, они обязаны зарабатывать свой хлеб и кормить многочисленных людей. Одним словом, Натаниал тогда, как и сейчас, пошел другим путем. Он сказал, сделаем так, чем сильнее экономически и богаче будет Израиль, тем мы больше сможем трудоустроить людей. И действительно, сегодня, через 30 лет после того, как после этих событий, через 25 лет, через четверть века, мы понимаем, что идея Натаниалу глобально была более правильной. Да, он перед выборами сказал, что мы постараемся использовать, осуществить эту программу Брануэра. Да, после выборов он столкнулся с реальными трудностями и понял, что это невозможно сделать, но в итоге его экономический курс привел к тому, что большинство людей нашли работу, многие нашли работу по специальности и, в общем-то, все сложилось так, как и должно было сложиться. Теперь дальше был вопрос о том, почему Натаниалу голосовал за размежевание в 2005 году, будучи в правительстве Шароны. Действительно, Натаниалу был тогда министром финансов и он проголосовал в правительстве за программу размежевания, то есть депортацию евреев из Газы. И это действительно ужасный момент в его биографии. Объяснение, опять же, очень простое. Натаниал в тот момент проводил то самое реформы, которые заложили базу к тому экономическому взлету, который мы наблюдали последние 10 лет. Он мог проголосовать сердцем, то есть против размежевания, и быть вышвырнутым из правительства Шарона. И эти реформы бы никто дальше не проводил бы, потому что, во-первых, никто кроме него не был заинтересован, не понимал их смысла и уж точно бы не смог это сделать, даже если бы понял смысл, поскольку людей уровня Натаниалу в правительстве Шарона не было, особенно в экономических вопросах. Натаниал предпочел сделать действие, в принципе, от этого голосования уже ничего не зависело. Программа осуществлялась, и даже если бы Натаниал проголосовал против, это было бы как бы красивым жестом, и это означало бы его уход из правительства, но это не изменило бы общего нарратива. У Шарона было большинство в правительстве. Натаниал предпочел поступить прагматично, а не красиво. И в этом, опять же, его отличие от политиков, которые любят работать языком, но не умеют продвигать реальные идеи. Следующий вопрос был опять посвящен Натаниалу и спрашивал, почему он разрешает передачу Хамасу катарских денег. И, опять же, мы об этом много раз говорили в нашей передаче, поэтому я очень кратко коснусь. Проблема газа — это действительно реальная проблема. Чего хочет Израиль? Израиль хочет, чтобы, скажем, можно было бы, например, отключить их от всего, от денег, от электричества, от воды, от еды. И тогда голодные жители Газы, просто как зомби, которым терять уже больше нечего, полезли бы на заборы, чтобы, так сказать, пробиться в Израиль. И Израиль вынужден был бы, например, отстреливать на границах сотни тысяч людей. Речь идет о более миллиона человек, живущих в Газе, которые, потеряв средства существования и фактически еду, воду и все остальное, что бы им еще оставалось делать, как лезть на забор. Теперь, конечно, правильно было бы зайти в Газу, выбросить арабов, например, на Синай, где они бы смогли жить в нормальных условиях, а Газу вернуть и Израилю и построить там нормальную территорию, восстановить поселение и так далее, и так далее, и так далее. Но Израиль технически может осуществить захват газа в течение нескольких недель, может быть, даже нескольких часов. Практически израильское общество абсолютно не готово к тому, чтобы прийти и остаться в Газе, тем более осуществить изгнание арабов с этой территории. Речь идет о сотнях тысяч, больше, чем миллионе человек. Общество израильское к этому не готово. Поэтому можем зайти туда, потом снова выйти, при этом потерять кучу людей в этой войнушке и, конечно же, получить колоссальное давление политическое со стороны левых, в том числе ваших демократов. Так может поступить популист, человек, который, например, любит махать руками, размахивать, пузыриться пеной и слюной. Натаньял прагматик. Он говорит, если мы не можем зайти туда, чтобы остаться и разрешить проблему, нет смысла терять в этой войне наших ребят. У Натаньял брат погиб, и он знает, что такое потерять в семье близкого человека. И он не любит разбрасываться жизнями еврейских солдат. Он говорит, мы будем минимизировать проблему. Как ее минимизировать? Лучше всего, ну вот, например, в рамках программы Трамп. Шансов на то, что арабы согласятся на эту программу, нет никаких, но, по крайней мере, поддерживая там какую-то экономическую, уровень экономической жизни, тем более не за наши деньги, а за деньги арабов. Катар хочет им давать деньги, чтобы они умирали от голода, пусть дает. Отрезать их от этих денег, это просто создать лишние проблемы и не получить взамен ничего. Еще один вопрос. Как богатцу удалось перетянуть на себя закон, он так сформулирован, и отменять законы КНЕС, это указы министров и даже премьер-министров. На самом деле, это тоже тема, о которой мы много-много раз говорили в нашей программе, будем еще, видимо, не раз говорить. Речь идет о том, что 40 лет назад, когда правые впервые пришли к власти в 1977 году, то левые осознали, что им, в общем-то, к власти больше демократическим путем не вернутся. Израильские левые, как бы их электорат, он меньше, чем электорат правых, то есть электорат Ликуда, это и репатрианты, это и выходцы из восточных стран, и религиозные. Большинство евреев с консервативной партией Ликуд, а не с социалистами. Поэтому социалистам, а, нужна была помощь арабов, поэтому они стали, поливели резко, и из Голды Мэр, и Ганди превратились в людей, так сказать, типа Шимона Переса. Во-вторых, им нужно было защитить свои позиции в тех узлах власти, которые в Израиле были неизбираемыми, то есть высшее чиновничество не избирается демократическим путем, и юридическая система, судебная система. К сожалению, правые прошляпили в тот момент, когда это можно было остановить. Сегодня это можно изменить следующим образом. Во-первых, нужно изменить систему избрания судей, чтобы она стала более демократической, такой, как в большинстве стран, в которых, по сути, демократически избранные представители народа могут повлиять на избрание судей. В Израиле это сегодня не так, это большая проблема. Судьи выбирают сами себя, поэтому, так сказать, левые штампуют себя там внутри этой системы сколько хотят. Второе, необходимо разделить полномочия юридического советника правительства и главы прокуратуры. сегодня это одно лицо, тот самый Мандельблит, который одновременно судит Натаньяу и решает, кто у нас может быть прокурор, работать в прокуратуре, кто не может. Это невозможная ситуация, и с этим тоже нужно бороться. И, наконец, ввести так называемую параграф о преодолении. То есть, Кнессет может принять закон. Теперь, Кнессет состоит из людей, и Кнессет может принять очень глупый закон, неправильный закон, несправедливый закон, нечестный закон, и закон, противоречащий основным законом, то есть Конституции Израильской, которая принята. И суд, Верховный суд Израиля может сказать, окей, этот закон, мы его не принимаем, он неконституционный, мы не готовы с ним мириться. Но, поскольку Кнессет является как бы собранием представителей общества, то Кнессет может сказать, знаете что, мы принимаем этот закон на определенное время, если у нас есть действительно реальное большинство. Затем будут выборы. Если общество осознает, что этот закон совершенно неприемлемый, например, закон о том, что всех рыжих нужно убивать, так общество не выберет этих депутатов, оно выберет других представителей, которые придут и уже не проголосуют за продление этого закона. Таким образом создается механизм, балансирующий между Кнессетом, который вправе, это его полномочия принимать законы, и судом, который может попытаться остановить какой-нибудь безумный закон, но если Кнессет очень сильно захочет, у него будет реальное большинство, на короткий срок он может это сделать. Это не открытие Колумба в Америке. Это вещи, которые существуют, например, в Канаде, в других странах, где похожа демократическая система на израильскую. Этот закон очень необходим Израилю, надеюсь, что в будущем он будет принят, видимо, не этим правительством, но, так сказать, может быть, в следующий раз. Наконец, был вопрос о том, почему я считаю, что Саар, Гидон Саар, один из ведущих политиков Ликуда, является представителем дип-стейта, вот этого государства-государства, глубинного государства. Я об этом говорил, я повторяю это снова. Есть много параметров, по которым видно совершенно, что Саар, пришедший, на самом деле, в политику из прокуратуры, который очень аккуратен в критике судебной системы, он никогда не говорит о болевых точках, действительно, то, о чем, например, говорил недавний министр юстиции Амирухана. И он является, как бы, любимцем левых против Натаньяу. Есть еще другие вещи, а просто за неименем времени, может быть, когда-нибудь поговорим об этом более подробно. Гидон Саар, который сегодня воспринимается левыми, как вот преемник Натаньяу во главе Ликуда, я его считаю человеком очень опасным, совершенно неподходящим в качестве лидера правого движения. Я очень надеюсь, что он из политики уйдет совсем или, по крайней мере, будет занимать какие-то незначительные позиции. Наконец, последний вопрос о том, как я отношусь к плану Мартина Шермана, который написал о том, что необходим полный суверенитет поощрения арабской миграции как единственное решение. И он считает, что только полный суверенитет и массовая арабская миграция из Иудеи и Самарии и Газы позволит сохранить Израиль государство еврейского народа. Так вот, во-первых, мне очень приятно, что был задан этот вопрос, потому что эту статью Мартина Шермана, с разрешения Мартина Шермана, моего знакомого, я переводил сам на русский язык, и, судя по всему, ее читали в моем переводе. И действительно, Мартин Шерман пишет очень интересные, очень глубокие и важные статьи. Но снова, Мартин Шерман, как и Герман Банновер, он ученый, он идеолог, Мартин Шерман говорит о том, что хорошо было бы сделать. Натаниэл практик, и он понимает, что у нас нет другого глобуса, у нас нет другого общества, и мы в сегодняшней ситуации не можем сделать вот так, как предлагает Мартин Шерман, полный суверенитет и поощрение арабской эмиграции. Мы должны прийти к тому, чтобы общество, в большинстве случаев, общество израильское, было в этом смысле консолидировано и целостно, и стояло за этой идеей. Если благодаря Мартину Шерману и тем, кто будет продвигать эту идею в массы, действительно, в израильском обществе будет большинство, считающие, что именно так мы можем решить проблему, я согласен, что это разумное решение проблемы. Действительно, полный суверенитет и поощрение арабской эмиграции в другие страны за пределы Израиля. Это единственное разумное, честное, справедливое, правильное решение. Но сегодня израильское общество к этому не готово еще. Многие в израильском обществе считают, что это невозможно, неприемлемо. И до тех пор, пока существует такой раскол в обществе, разумеется, реальные политики не могут к этому, так сказать, пойти на такие шаги. Что делает Натаньял? Подводит нас постепенно через экономическое процветание нашей страны на фоне глобального падения арабских стран, через превращение Израиля в региональную державу, которая действительно может навязать свою волю соседям, в отличие от ситуации, которая была в 1948 году, когда мы с трудом отбились и вот стояли, так сказать, спиной к стене. Ну, пожалуй, вот я ответил на те вопросы, которые были присланы Сергею. Если у нас есть еще вопросы какие-то. У нас полно вопросов, но у нас остается буквально три минутки, поэтому давайте я приму один вопрос. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Александр, у меня к вам такой вопрос. Я понимаю, так сказать, что Натаньягун опытный политик, но единственное, что ему не хватает, это чуть-чуть решительности его старшего погибшего брата. Так вот, что происходит сейчас с аннексией части территории, я не очень понимаю, иудею и самарии, потому что, в принципе, времени уже на это практически нет, а то буквально в несколько месяцев. Что будет дальше, неизвестно. Алло? Окей, я получил вопрос. Я не согласен с вами в том плане, что ему не хватает нерешительности. Это просто другой характер человека. Натаньягун говорит, я не люблю решать проблемы, просто пробивая лбом стену. Я буду искать возможности и ждать, пока эта стена рухнет, потому что буду подтачивать её здесь, подтачивать её здесь. У меня есть общее видение, я к нему иду, а как я иду? Кстати, иногда это гибкость, иногда это ловкость, иногда это немножко манипуляции. Теперь по поводу суверенитета. Мы об этом говорим очень много и будем ещё много говорить. Действительно, очень важно успеть до ноября провести суверенизацию в Иудее и Самарии, потому что после ноября у нас, возможно, к несчастью нашему, к нашему ужасу, может не быть такой поддержки, какая есть сейчас в Белом Доме. И действительно, израильское правительство должно начать в июле все эти процессы. Американцы со своей стороны говорят, ребята, мы вас поддерживаем, делайте. У Натаньяу правительство, в котором половину позиций занимают люди, которые до сих пор не очень хотели проводить суверенитет. Более того, они говорили, что они будут это тормозить и бойкотировать. Я очень надеюсь, что Натаньяу действительно хочет провести суверенитет в Иудее и Самарии. Я очень надеюсь, что он видит в этом как бы важнейшую свою миссию и завершение своей потрясающей политической карьеры. И я очень надеюсь, что он просчитал, будучи очень опытным политиком, все ходы, ходы своих противников и собственные ходы. И он подведет нас к этой суверенизации. Но мы должны дождаться 1 июля. Мы об этом будем еще говорить на протяжении наших передач. Но, в принципе, по программе этого правительства к 1 июля должна начаться суверенизация в Иудее и Самарии. Александр, спасибо огромное. У меня остается ровно время на то, чтобы еще раз от всей души поздравить вас, всех израильтян, наших радиослушателей в Израиле, в том числе с Днем Иерусалима. Ну и, конечно же, пожелать вам лично творческих успехов, дальнейших, интереснейших передач, как это обычно происходит. Ну и услышимся в следующем эфире. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...